Микс Ньюс Ученые бьют тревогу Неизвестно, как дело повернется Может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты От этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа На душу населения Слушайте по пятницам на радиоболтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется Открыть ящик Пандоры Еще раз доброе утро, уважаемые слушатели Начинается программа Климат-контроль И у нас на связи по скайпу Журналист, пишущий о науке Морской геолог Константин Рангс Добрый день, доброе утро, здравствуйте Доброе утро, доброе утро Ну и да, мы все время говорим О угрозе климату О том, что происходит на нашей планете И вы можете тоже, это я уже обращаюсь к слушателям Принимать участие в разговоре Задавать вопросы, приводить примеры Делиться своими наблюдениями Мнениями по телефонам 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Пишите нам также в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 2-3-0-6-1-9-1 Мы тоже с удовольствием Зачитаем ваше послание в прямом эфире Ну, ученые действительно бьют тревогу Говорят о том, что Мало нам коронавируса Мало нам каких-то Экономических сложностей Связанных с тем, что все страны закрылись И каждый решает Свои проблемы по-своему И еще нас ожидает Испытание очень серьезное Этим летом Непривычное Ну, впрочем, уже, наверное, привычное Засуха, жара То, что каждый год Становится каким-то Поводом для того, чтобы говорить рекорды Да, вот побит рекорд очередной Температурный, засушливый По количеству выпавших осадков Точнее, не выпавших в месяц И так далее, и тому подобное Ну, можно начать с того, что Как уже предсказывали Мы две недели назад об этом говорили Что предсказания Это, в общем, были В начале декабря справедливые Зимы в наших краях В Европе не будет И в России, вплоть до Урала Ее и не было А потом начинается Совершенно непонятная погода Вот сегодня, например, из Эстонии Финляндии, Ленинобласти Из Санкт-Петербурга И так далее Вот на юго-восток Такая сплошная полоса Похолодания И к нам по-настоящему Еще не добралось Но вот-вот должно прийти А может быть и где-нибудь Вот застрянет на полдороге Эта полоса Но там уже выпал снег Например, финский пейзаж Это вообще потрясающее зрелище Цветы И вокруг сугроб И дети делают Лепят снеговиков Но надо заметить Что вслед за этой волной холода Которая тоже, в общем-то Предсказывалась Еще в апреле В апреле уже говорили Что скорее всего Произойдет такая вот Рокировка воздушных потоков Ожидается наоборот Приход теплого воздуха И уже в конце мая Здесь у нас в Латвии Ожидается подъем температуры До 20 А по некоторым моделям Получается и чуть ли не до 25 градусов То есть вот Недолго осталось нам мерзнуть Несколько дней А потом должно наступить Так скажем Нежданное в это время лето И кстати Это лето у нас должно Это вот сезон теплой погоды Продолжаться практически Весь июнь Так что вполне возможно Есть очень большие шансы Что лига в этом году Будет у нас Солнечная и жаркая Вот правда неизвестно Будет ли к этому времени Режим ограничений Это вообще сейчас Никто предсказать не может Поэтому можно по этому поводу Особо-то и не париться С другой стороны Есть и другие расчеты Которые уже касаются Более дальнего срока И хотя Всегда говорят о том Что прогноз погоды Больше чем на 5 дней Это уже такая Ну Отлукавого Но есть все-таки Такие идеи Что где-то к середине июля Месяца Может сложиться Очень неприятная ситуация На юге европейской равнины Это вот как раз Белоруссия, Украина Восточная часть Восточная часть Поволжья Вот эта вот зона Она будет страшно перегрета То есть там ожидается Дикая жара А вот сверху севера Могут прорваться Холодные воздушные массы И тогда случится то Что мы встречаем Над великими равнинами Соединенных Штатов В мире Сойдутся два потока Один очень холодный Другой очень горячий И ожидается Есть такое подозрение И вот всевозможные службы Об этим думают Считают Что это все может закончиться Целым таким потоком Это будут такие сплошные Торнады Ураганы Шквалы И поэтому Эта полоса От самого юга Вновь до берегов бал Есть и такая модель Но в общем Все специалисты В той или иной степени Согласны с тем Что В новых вот этих вот условиях Сезон Летний сезон Это будет сезон Такой Через полосицы То будет жарко А потом может быть Очень холодно И ветрено Жарко Холодно-ветрено И вот эти волны Жары Которые ожидаются Причем по всем разным моделям Получается примерно Что-то похоже Конечно могут быть Очень тяжелыми И для людей физически То есть они будут Ослаблять людей Ведь известно Что от Резких подъемов Жары Сердечники Диабетики Люди вообще Страдающими Самыми разными Заполеваниями Начинают чувствовать Себя очень Плохо И вообще Собственно говоря Вот этот Преслабутый иммунитет В такую погоду Падает А с другой стороны Что тоже Еще может быть Для Хуже Это то что При всем при этом Не ожидается Достаточного Количества Осадков А если не будет Достаточного Количества Осадков В таком случае Как вырастет То что мы Потом должны Кушать И вот Вот это Предсказание Плохой погоды Оно Касается Как раз Вот таких Знаменитых Житниц Это юг России Украина Белоруссия Польша И вот такая Полоса Аж на запад В Соединенных Штатах Тоже не ожидается Что будут Очень хорошие Погоды Для сельского Хозяйства А уж Про Так скажем Более южные Страны Там и говорить Нечего Там уже Началась засуха И плюс Еще туда Прилетела Саранча Поэтому Вот это Все дает Возможность Уже Всемирной Продовольственной Организации Очень тревожно Смотреть На перспективе Наступающего Лета Так что Как говорится И кроме Коронавируса Тоже Много Всяких Неприятностей Ожидает нас Хотя Вот можно Сказать Что время Для того Чтобы погреться На солнышке И приобрести Загар Даже в наших широтах Судя по всему Этим летом Будет Но Вот Вы сказали о том Что будут Чередоваться Периоды Жары И такой вот Очень холодной И ветреной погоды А как часто Будет эта смена То есть Это может быть В течение Суток Происходить То есть Утром Жарко Вечером Холодно Или это Ну Мерим мы Неделями То есть Неделя жары Неделя такой Плохой погоды Вот То что Вот есть Такое вот это Опасение Которое касается Июльского Вот Сезона Шквалов Да Ближе к августа Там скорее всего Как любые Такие Экстремальные Природные явления Там все может Произойти Достаточно быстро В остальном В остальном Будут вот такие Качания В течение Нескольких Суток Но условно Говоря На неделе Жарище Мы обрели же К выходным Дням Вполне возможно Будет холодно Вот эти вот Переходы Холод Жара Они в общем-то Не полезны Для здоровья В любом случае А тут еще Так скажем На фоне наличия К этого Коронавируса Который никуда Не тянется А будет циркулировать Это вот как раз Тоже плохо Потому что Сейчас как раз Это и медиков Начинает Очень сильно Волновать Потому что Связь между Заболеваемостью Вот этим Коронавирусом И погодой Оказалось Далеко Не такой Простой И примитивной Как в случае Например С тем же самым Грипп С гриппом Так как Как потеплело Солнышко Стало Свети Сло Стало Все Сезон гриппа Заканчиваем Мы к этому Очень многие Надеялись Что так и Так скажем Будет В случае С коронавирусом А в случае С коронавирусом Сейчас вот уже Говорят И Собирают Статистические данные Получается Несколько Другая Ситуация Больше На коронавирус Влияет Даже не столько Температура На его Передачу В данном случае Сколько Влажность В воздух То есть Самая вообще Лучшая погода Для того Чтобы разносить Коронавирус Это чтобы было Прохладно И сухо Именно сухо Ага Именно сухо Прохладно И сухо Пыль летает Капельки Микроскопические Там этих Самых Тут дело Все в том Что допустим Микроскопические Капельки воды Когда сухо Они держатся В воздухе Вот какой Парадокс Когда же Влажность Растет В таком Случае Происходит Агрегация Капелек В воздухе Ну словно Говоря Туман Появляется Или такое Состояние Когда буквально В воздух Такой Как в предбанни И эти капельки Они оседают Быстрее Таким образом Это вот Одна из Одна из Гипотез Таких Но она как раз Обращает Внимание На то Что во влажных Тропических странах Относительный Процент Заболеваемости Даже там Где были Выявлены Очаги инфекции Вот Он ниже Чем например В странах Среднего Умеренного Пояса Ну это конечно Все еще требует Очень серьезных Исследований И проверок Но Факт тот Что надеется На то Что коронавирус Как по мгновению Волшебной палочки В жару Исчезнет Это уже Достоверно Ясно Что этого Нет И не будет А вот То Как вот Будет он Развиваться Вот это Само Заболевание Если уже Человек Инфицирован Это другое Дело Потому что Как раз Врачи Обеспокоят Если человек Был Его человеческий Организм Все время То нагревать То опускать Это ж каждый раз Ему нужно Адаптироваться К условиям Да А это Вредно Как раз Вот для Системы Защиты Самозащиты Организмы От внешних Агентов Вирус Один из таких Агентов И поэтому Организм Будет становиться Все более Слабым И следовательно Шансов на заболевания Причем в тяжелой форме Ставится больше Вот так Если так суммировать То размышления О климате И коронавирусе Вот можно свести Вот к этому Мы знаем Что погода Его климат Погода Его там Не убивает Вот А мы знаем С другой стороны То что Вот когда Скачки погодные То это Никаким образом Наше Здоровье Тоже не укрепляет То есть Получается Даже что Зимой Или вот Ну в холодную Погоду Когда Ну вот Эта эпидемия Начиналась Перенести Это заболевание Вроде бы Получается Даже больше Шансов У людей Нет Тут еще хуже Дело все в том Что Как говорится Хуже Но по другому Вот если Представить себе Коронавирус Известно Что вот Его Вся оболочка Да Это липидная Жировая Можно себе Представить Жировой объект Маслянистый шарик Да Почему он Перестает Реплицироваться То есть Размножаться При температуре 30 градусов Это факт Да Но Он перестает Размножаться При этой температуре Просто потому Что это Жировая оболочка Она нарушается И он превращается Уже Как говорится Условно говоря Машинка поломалась Вот Но когда Холод Когда Мороз Ну Представьте Вы Положите Масляный Шарик В морозильник Этим Масляным Шариком Потом Можно Спокойно Разбить Стекло Окно Потому Потому Что он Ставится Твердый Как Камень И Липидная Оболочка Вируса Тоже В прекрасном Состоянии Поэтому И говорят Что В замороженном Состоянии Вирус Храняется Прекраснейшим Образом Долгие Долгие Годы Не то Что Там Дни Но Как только Повышается Температура Вот С одной Стороны И повышается Влажность Именно Такое Банное Состояние Такое Вот Как раз Вот тут Ему Плохо Передаваться Сам Он Не очень Стабилен Потому Что Вот Видите Тут еще Какой Интересный Момент Ведь Вирус Никто На поверхности Сразу Под электронный Микроскоп Не сует Чтобы Посмотреть Есть Он Вот На этой Ручке Или Нет Там Анализ Достаточно Так Скажем Опосредовательный Изучается Наличие Вот Этих Останков Можно Сказать Вируса РНК Вируса То есть Его Генетического Информации Но Дело Все В том Что Если Машинка Поломалась Вирус То Он Уже Размножиться Не Может Но Остатки Машинки Еще Есть И Поэтому Анализ Покажет Что Да На этой Поверхности Есть Вот Это Самое РНК Вирус И Вот Эта Сложность Определения И вызывает Такие Вещи Такое Непонимание У широкой Общественной Потому Что Один Ученый Говорит Мы Обнаружили Следы РНК Вируса На Поверхности А Другой Говорит О том Что Вирус Может Размножиться Только В течение Первых Допустим Несколько Первых Двух Трех часов После того Как оно Попало На поверхность То есть Получается Что Один Человек Говорит Что Вирус На этой Ручке Может Неделю Находиться И вот Так Передают Ему Слова А Другой Говорит Несколько Часов Но Первый Ученый Имеет Ввиду Что Детальки Этой Машинки Находятся Находят Уже Через Недель А Второй Имеет Ввиду Что Если Взять Вот Это Условно Говоря Мазок С этой Поверхности И потом Поместить Ее В соответствующую Среду То тогда Вирус Начнет Размножаться Это Можно Сравнить С тем Что Вы Находите Либо Разломанную Игрушку Автомобиль Но Там Да Там Есть Колесики Моторчик Батарейка Да Но Она Ездить Не будет Потому что Она Уже Поломана А во Втором Случа Имеете Вполне Работающую Игрушку И в том И в том Случа У вас Набор Деталей Один И тот Но В первом Случа Он уже Такой Что он Не способен Что-то Делать Двигаться А во втором Случа У вас Это Действующая Машинка То же самое С вирус И поэтому Получается Куча Всевозможных Противоречащих Друг другу Сообщений Это же Касается И той же Самой Изменения Покоды Когда Специалисты Говорят О том Что Согласно Нашей Модели Мы ожидаем Но Чаще всего Это Воспринимается Как предсказание Что Если мы Ожидаем Вот это То оно Должно Сбыться Но Сами Специалисты Воспринимают Это Несколько Другому Они Это Воспринимают Именно Как Возможность Вероятность Вероятность Предсказанную Соответствующей Модели И Понимают Что Вероятность Того Что Это Не Сбудется Тоже Очень Большая И Вполне Возможно Что И Больше Чем Не Сбудется Это Роли Это Считайте И Получается Что Сама Физика Исследования Физика Процесса Биофизика Она Ставит Какие-то Временные Рамки Поэтому Резвомыслящие Люди Говорят О том Никакой Вакцины Осенью В аптеках Не будет В лучшем Случае К осени Это еще Четыре Месяца Исследований Могут Появиться Какие-то Комбинации Лекарств Уже Существующих Лекарств Которые В той или иной Степени Помогают Дело Другого Рода Что Поясняется Что Этот Вирус Еще Коробочка Вещей В себе Сначала Говорили Полагали Что Это Он Просто Вызывает Пневмонию А потом Сейчас И Евроньюз Передает О том Что У детей Он Вызывает Так Называемую Болезнь Кавасань Полагаю Есть такая Болезнь Это Типа Сыпи Очень Неприятная Штука Но Вот Она Почему-то У детей Появляет Есть Люди У которых Происходит Проблема Сейчас Говорят С Кроветворностью Сердечно-сосудистой Системой Он Как-то Влияет На Организм Но До Конца Еще Никто Не Знает Как И К этому Приходится Как-то Мириться И Вот То же Самое И с Климатом И с Погодой Потому Что Ясное Дело Что Как-то Он Влияет На Людей В Климате Наверное Он Не Напрямую Это Влияние Происходит А Вполне Возможно Что Для Человека Лучше Находиться В том или ином Кимоте Вот какой Интересный Вопрос Ведь Если так Посмотреть Люди Ведь Сравнительно Недавно Оказались Например Вот в наших Северных Краях Ну Знаете Вот так Откровенно Говоря Мы все Здесь Вот где Вот мы Сейчас Находимся Да Мы все Здесь Пришельцы Потому Что 9000 лет Тому Назад Здесь В лучшем Случае Плавала Рыба И залетали Отдельные Птицы Ледник Только Что Ушел Здесь Ничего Не было Здесь Даже Растительность Не росла И Вот сюда Приходят Потом Через Какое Это Время Зверьё Приходят Приходят Охотники И рыболовы Найдены Стоянки То есть Это всего Каких-то Несчастных Десять Меньше Десяти Тысяч Лет Тазад За это Время Генетически Человек Не Сильно Изменился Если Мы увидели Там С помощью Какой-то Машины Времени Такого Человека Того Времени Ну Он Одень Его Как говорится Постриги Запусти Мало бы Кто Догадался Откуда Он Из какой Эпохи И кстати Возникает Следующий Тогда вопрос О том Что Насколько Мы успели Приспособиться Вот К этим Климатическим Особенностям Нашей Среды Потому Что Все-таки Человеческий Род Произошел Из Африки Это Как говорится Подтверждается Археологическими Палеонтологическими Исследованиями И вполне Возможно Именно Для нас Именно Теплый Климат Это Самый Подходящий Климат Снимите Одежду И посмотрите На этого Человека В Африке То он проживет И как мы видим Прекрасно Себе И живет В тропической Зоне Без одежды А в наших Краях Недолго Он протянет Большую часть Года Потому что Уже при плюс Восьми градусах Человек Начинает Замерзать Необратимо Замерзать Плюс Восьми Не при морозе Даже И вот Как раз Возникает Вопрос Что Вполне Возможно Что Мы просто Не приспособлены Встречать Вот такую Угрозу В таком Вот климате В котором Мы Живем В настоящий момент Это тоже Одна из гипотез И тоже Есть апологеты Которые пытаются Ее Доказать Так что Я думаю А в какой климат Нам нужно Перебираться В таком случае Вот в какие Места На земле Которые были бы Для нас Наиболее комфортны Чтобы пересидеть Коронавирус А вообще Тут очень Интересная Вещь Ведь Есть же Такая Тоже Гипотеза Такая Точка Зрения О том Что как раз Если бы Был бы климат Потеплее Такой Более влажный И более Теплый Климат Это было бы Для нас Легче С одной стороны Это было бы Хорошо Для Выращивания Всевозможных Растений Ну Культурных Животных Это было бы Лучше Для Нашего Здоровья Это Пребывало Меньшего Количества Энергии Для того Чтобы Отапливать Наши Помещения То есть Короче говоря Климат Более Такой Комфортный То есть Есть на земле Места С достаточно Комфортным Климатом Когда Не очень Жарко Не очень Холодно Вот тогда Самое И что Самое Интересное Что если Посмотреть Предсказания На Ближайшую Сотню Лет То как Раз Наш Регион Должен Испытать Положительное Влияние Глобального Потепления В том Что у нас Да С станками Придется Распрощаться И лыжи Тоже Не будут Не нужны Но вот Зато Условно Говоря Платить За отопление При морозе Минус 20 На борту Уже Не нужно Будет Потому что Не будет Таких Мороз То есть Погода Станет У нас Примерно Такая же Как Юго-Западный Англия Если кто Бывал Знаешь Например Там Даже Пальмы Растут В открытом Грунте Вполне Благополучно Там есть Очень хорошие Курорты То есть Вот что Это Интересная Вещь И Виноград Там опять Начали Выращивать Мало того Сейчас Даже В Финляндии Начали Выращивать Виноград Но такое Уже Было Тысячу лет Тому Назад Когда Был Другой Более Мягкий Более Комфортный Клим То есть В принципе Это одна Из Теорий Таких Которая Предполагает Чем Человеку Труднее Адаптироваться Чем Человеку Нужно Прилагать Больше Сил К Нахождению В том Или ином Климате Например В условиях Сильных Морозов Или оборотная Сторона Сильнейшей Жары Тем для него Это большая Нагрузка И тем он Слабее Когда на него Может попасть Какая-то Инфекция А когда Человек Находится В самых Комфортных Для себя Условиях Да Вдобавок Еще питается Разнообразно И грамотно Питается То тогда Этот человек Он здоров Он встречает Инфекцию Во все Оружии То есть В общем-то Хорошо быть Здоровым И богатым Чем бедным И больным Ну и будем Надеяться Что наш Климат Действительно Будет меняться В лучшую Сторону Во всяком случае Хотя бы Для Латвии Хотя я Честно говоря Боюсь Что Просто нам Поднимут Стоимость Отопления И все равно Счета Как-то не уменьшаются Несмотря даже На то Что Зима была Такой мягкой Вот об этом Мы Кстати тоже Периодически Нам слушатели Напоминают О том Что вроде Зима была Мягкой Но почему-то Счета Приходили Все равно Такие же Большие Как и В холодные Зимы Что-то там Это же Замечательная Вечь Знаете Когда появились Только электромобили Многие говорили О том Что ну что Электричество Очень стоит Дешево А вот Ездить можно будет Практически За бесплатно Сейчас уже идет Вполне Такие европейские Разговоры О том Что Развитием Электрообеспечения Да Тех же самых Электромобилей Акцизы Которые Накладываются На бензин Они будут Распространены На заправке На электричество Потому что Государство Имеет Должно Получать Доходы И если оно Не будет Получать На бензине Оно Их Будет Получать На электричество Но это Уже Как говорится Другой вопрос Лучше Поговорить С экономистами Да Спасибо большое Это был Константин Ранкс И программа Климат-контроль Встречаемся Как обычно По пятницам В 11 часов Всего доброго До свидания